Хабаровскому краю и его особенностям посвятили новогодний городок на площади Ленина в Хабаровске. Ледовые скульпторы завершили работу над гербами и национальными узорами. Новогодний городок сегодня оценил губернатор Михаил Дегтярев. В этом году фигуры сделали интерактивными. Что это значит, расскажет Арина Солдатенкова. Работа над новогодним городком на главной площади Хабаровска официально завершена. Главной новинкой стали торговые палатки. Шесть деревянных домиков уже предлагают товары. Горячий чай, быстрая еда и продукцию местных мастеров. Организовали торговый ряд на пробу. Оказалось, он мог быть гораздо длиннее. Домиков очень мало. 200 человек желающих в группе торговать. Вот я приехал вчера, сходи. Узнал. У нас сколько домиков? Шесть. А что так мало? Люди бы торговали. Музыку надо. Это пилотный проект просто. Новогодний городок на главной площади Хабаровска, по замыслу авторов идей, должен показать особенности Хабаровского края. Поэтому вместе со сказочными персонажами на площади появились гербы районов. У каждой фигуры есть QR-код. И можно узнать, чем интересен район. Из льда скульпторы вырезали узоры коренных народов. Чем отличаются орнаменты ульчи от нанайских, помогут узнать таблички. Куар-коды, которые ведут на страницы районов. Все они подсвечиваются. Гербы всех 17 районов и двух городов. Узоры мы видим коренных молотистых народов севера. Это наше культурное достояние. 20-метровую новогоднюю ель в этом году собрали из 190 живых деревьев. Впервые ее украсили самодельными игрушками. Конкурс был объявлен для детей из всех районов Хабаровского края. Свои работы прислали около 500 школьников. Честь висеть на главной новогодней еле члены жюри удостоили 50 лучших. Это действительно произведение искусства. Очень сложно было выбрать. Изначально у нас было заявлено, что 20 победителей получат подарки от губернатора края. Но выбрать там невозможно, поэтому получат все 50. Две ледяные горки в этом году сделали ниже, чем в прошлом. Из соображений безопасности детей. Кроме того, лестницы к ним полностью деревянные, с нескользящим покрытием на ступенях. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал Губерния.